Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Марнаульский предприниматель пытался незаконно вывести за рубеж запчасти для военной техники. Где будут строить жилье и что происходит со спросом сейчас? В Барнауле обсудили перспективы строительной сферы. Работа с госархивами и первый документальный фильм. Как прошел краевой форум в детской журналистике? Барнаульского предпринимателя осудили за контрабанду. Он пытался сбыть за границу 44 единицы военной техники на сумму почти в полтора миллиона рублей. Как сообщают в краевом управлении ФСБ, задержанный являлся директором фирмы, которая специализируется на поставках промышленного оборудования. Однако в этот раз предприниматель решил сбыть за рубеж партию запчастей для военной техники, хотя у компании не было специальной лицензии для экспорта такой продукции. Поэтому бизнесмен оформил изделия военного назначения как комплектующие к судовому двигателю. Его содержали сразу после заключения сделки. По словам экспертов, все 44 изъятых изделия предназначены только для военной техники. Предприниматель признал свою вину. В ближайшие три года он проведет в исправительной колонии общего режима. Алтайские строители разработали новый подход при создании многоквартирных домов в Барнауле. Речь идет о комплексном развитии территории. Что это значит и какие участки присмотрели в краевой столице под эти цели, расскажет Данил Кузнецов. Проблема дефицита земель для создания многоквартирных домов в Барнауле не нова и постоянно вызывает много дискуссий. В этот раз территориальные сложности в региональной столице решили обсудить в кругу строителей. Сейчас основная идея специалистов направлена на комплексное развитие территорий. То есть в чем комплексное развитие территории? Это строительство не только жилья, как у нас сегодня отворливается, а это будет строительство инженерных сетей, объектов дорог и объектов соцкульптуры. То есть если сегодня у нас застройщик говорит, что я построил жилье, а дальше обязанность это муниципалитет. То есть здесь вопросы будут рассматриваться несколько поемов. В перспективе на 10 лет для комплексного развития подойдут район потока и участок федеральной земли на северо-западе города. Площадь этой территории 917 гектаров. На половине из них можно строить многоэтажные дома. Их в край последние 5 лет возводили с феноменальным размахом. Построено и введено в эксплуатацию более 63 тысяч жилых помещений общей площадью более 4,3 миллиона квадратных метров. Это больше практически на 50 процентов, чем за предыдущую пятилетку. Повышается спрос и на квадраты. За этот год жители края заключили больше 24 тысяч договоров на ипотеку. На общую сумму больше 72 миллиардов рублей. Притом максимальная, одна седьмая часть от этого числа кредитов, пришлась на сентябрь. Осенний скачок обоснован резкими повышениями ключевой ставки. Из-за таких процентных изменений льготные меры поддержки стали особенно важны при взятии заема на жилье, утверждают в Министерстве строительства и ЖКХ края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Если в доме течет крыша, жить в нем не сахар в любое время года, а межсезонье становится особенно невыносимо. С такой проблемой жители одного из барнаульских домов борются не первый год. Как живут жильцы многоэтажки на улице Веры Кащеевой и почему боятся за свои жизни, узнавала наша съемочная группа. Ну и дала, что творится. Вот так и обеет. Так проживают люди на улице Веры Кащеевой 23-2, который год в доме течет крыша, а в межсезонье вода просачивается до нижних этажей. Разгорания не было, но вот как замкнуло, что света здесь не было. И вода там как добежала, докапала до третьего этажа. Я вот за эти 6 лет, я просто в шоке от этого дома, конечно. Ну там, конечно, ужас. Когда позвонила, что у нас по свету там на нашем этаже живу, пробежала, щечек открыла, там капает вода, все. Поднялась на 9-м, там вообще бежит. У них там света не было. Вызвали электриков, все, они там где-то не на крыше, а вот где-то там они чем-то там закрыли, чтобы пока вода не бежала, чтобы более-менее нам свет включили. Там все сыро. Жители говорят, уже устали бороться. Так, Лилия Калдыркаева живет в доме с 2003 года и имеет уже 20-летний опыт заплывов. В последнее время подводят и трубы. И крыша бежит, и трубы бежит, и все бежит. И это мы все сами устраняем. Две недели назад топило меня. Топил седьмой этаж. Слава богу, устранили. Пятый этаж топило постоянно. Они подставляли ведро. Пока они не уехали в деревню, ведро не перевернулось. И меня затопило. Трубу поменяли на седьмом этаже. Сломали, то есть там все стены. Как бы добрались до этого источника потопа. Устранили. Так люди жили без холодной воды больше двух недель. Но если с потопами справляются с помощью тазиков, то с замыканием электропроводки разбираться самостоятельно крайне небезопасно, подчеркивают жильцы. Вот эти вот провода здесь, сейчас уже мы самостоятельно пообрезали все мясо. Потому что меня когда затопили сверху кипятком у меня, не помню какой год, значит, полетела вся аппаратура. То есть холодильник, микроволновка. Все стены были потопом. И все вот эти вот электрические провода, то есть я меняла самостоятельно. Потому что здесь добиться нервного. Жильцы регулярно обращаются в управляющую компанию ДЭС-1 Ленинского района. Но особых результатов не видят. Однако получают отчеты о проделанных работах. Это вот мы взяли документы, что ремонт, вот межпанельный швов, кому они делали, латочный ремонт, вот кровли. То есть документально все работы проходят стабильно. Дозвониться до УК нам не удалось. Впрочем, на наши телефонные звонки в ДЭС-1 давно не берут трубки. Или говорят, что директора нет на месте. Поэтому мы направили в компанию очередной официальный запрос. Ждем ответа. Сколько тоже добивались, добивались этого ремонта. Бесполезно. Бесполезно соберут нас. Вот так. Все, все, ладно. Будем делать, будем делать. Одни обещания. И все. И в итоге ничего. Ничего. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле сегодня выступили ведущие спикеры в сфере AI-трансформации. Речь идет о возможности, когда к бизнесу присоединяется нейросеть. Как искусственный интеллект может изменить нашу жизнь, оптимизировать рабочий процесс. Об этом мы поговорили с экспертами. Полностью вот этот текст был сгенерирован с помощью нейросети. То есть мы ее не писали самостоятельно, не сочиняли, время не тратили. Хорошее вступление на встречи тех, кто готов к AI-трансформации. В этом зале собрались предприниматели, менеджеры, специалисты по продажам, которые хотят внедрить в свой бизнес нейросети. Это уже не просто хайп, ведь нейросеть – хороший помощник, инструмент, который упрощает работу и даже помогает экономить. Они как-то очень быстро ворвались в нашу жизнь, эти нейросети. Многие люди не понимают, что это, зачем. Тем более многие предприниматели не понимают, как это использовать для бизнеса. Где здесь польза? Как говорится, где деньги? Да, нейросети не заменят человека. Они помогают убрать рутины, чтобы люди могли заняться, руководитель мог бы заняться более интересными какими-то вещами. Как правильно это сделать, рассказывают сегодня на федеральном интенсиве «Бизнес и нейросети», которая проходит в Барнауле. Есть надежда на то, что труд рядового сотрудника облегчится в конечном счете. И мы будем успевать больше, делать это качественнее. Продажи, логистика и даже сфера охраны труда. С помощью искусственного интеллекта можно оптимизировать любую отрасль. У нас в России есть альянс искусственного интеллекта, в который входят как разработчики, так и пользователи этой технологии. И на текущий момент одним из первых шагов для каждого из членов этого альянса – это подписание кодекса этики искусственного интеллекта. Кроме того, пару лет назад в России был подписан указ о развитии и поддержке технологии искусственного интеллекта. То есть само государство понимает важность этой технологии и готово вкладываться, поддерживать компании. По словам экспертов, нейросети не заменят людей, но их могут заменить люди, которые быстрее найдут общий язык с нейросетями. Если мы возьмем экспертов, эти люди всегда будут цены, они всегда будут в авторитете, всегда будут нужны. Но если мы говорим о невысокой квалификации сотрудников, то вот здесь высокая вероятность, что вот эту прослойку людей могут легко заменить нейросети. Поэтому я бы посоветовал людям, которые считают себя не очень компетентны, недостаточно в чем-то сильны, уже начать задумываться, как начать повышать свою квалификацию. Потому что нейросети наступают на пятки, как говорится, и скорее всего нас догонят. Надо что-то делать уже. Именно поэтому сегодня многие руководители стремятся к тому, чтобы человек и нейросеть работали вместе и показывали такие результаты, которые никто по отдельности не смог бы достичь. К другой теме. Школьному питанию уделяется огромное внимание. Особый контроль проходит качество и подбор продуктов. Комбинат школьного питания «Глобус» открыто рассказывает и показывает ученикам и их родителям все этапы производства блюд. На этой неделе для детей организовали экскурсию в «Молочное царство». Посмотреть, как появляется всеми любимый йогурт и та самая сметана на блинчиках. Дмитрий Дроздов продолжит. Если вы посмотрите направо, вы увидите ямкостное оборудование, в котором хранится молоко, ряженка, варенец, кефир, бифидок. Йогурт – один из самых любимых напитков всех школьников. Посмотреть, как его изготавливают, дети отправились на экскурсию в самый центр молочного производства – в Барнаульский молочный комбинат. «Проведем пропаганду здорового питания, донесем до деток, чтобы они видели, из чего готовят продукты уже в школьной столовой, и что эти продукты полезны для деток, для их общего развития, с учетом их возрастной категории». Гостей провели через три цеха – аппаратный, разлива и сырково-творожный, и лабораторию. Там ребята увидели своими глазами, как производят сметану. Все начинается с проверки молока. Очистка и охлаждение обязательно подогревают, чтобы уничтожить бактерии. И все это потом заквашивается. Это занимает около 12 часов. Технологические процессы были интересны и детям, и взрослым. «Экскурсии на предприятии проводятся достаточно часто. Мы открыты к посетителям, мы демонстрируем высокий уровень санитарно-гигиенического состояния производства, техническая оснащенность. И мы с удовольствием делимся с этими ребятами». Отдельное внимание уделили упаковыванию готовой продукции. Это, по словам директора БМК, всегда интересует юную аудиторию. Школьники удовлетворили любопытство, а их родители убедились, что за качество переживать не стоит. «Мне больше всего заполнился завод с творогом. Мне там очень понравилось. И мне было интересно посмотреть, как упаковывают творог». «Мне больше понравилось там, где создавали всякие там микрофлоры, вот эти вот микробы, специальные бактерии, в помощи которых делаются кисломолочные продукты». «Мне больше всего понравился цех со сметаной. Очень красиво». «Продукты молочные должны быть вкусными и полезными». Для участников экскурсии организовали и самый вкусный этап производства – дегустацию. Все остались довольны. Как говорится, проверено на себе. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае прошел форум детской журналистики. В его рамках школьники, которые уже создают медиаконтент, участвовали в семинарах и мастер-классах. И за несколько дней более 200 детей создали свой первый короткометражный фильм. Что из этого вышло, расскажет Дарья Ерошина. Три дня назад эти школьники и не думали о кино, а сегодня смотрят свои первые киноработы. Марафон «Бумеранг» – один из форматов форума детской журналистики, который прошел в Барнауле и собрал больше 200 участников. У всех была одна тема – история героев Великой Отечественной войны. Юлия Михайловна Ас в таком-то и таком-то году спасла с 1941 по 1943 на территории оккупированной Эстонии, спасала военнопленных из концлагеря. Как она их вытаскивала? Она посадила одного из военнопленных в мешок, потому что работала кухаркой, и присыпала углем, который взяла тоже из кухни. И так его вытащила. Потом устроила побег из концлагеря к другому солдату. То есть, читая эту историю, конечно, она меня тронула, потому что женщина, вроде хрупкое создание, на такие сильные поступки она способна. Важным условием марафона была работа с реальными фактами. Для этого в Барнаул привезли файлы из российского и белорусского государственных архивов и из Музея Победы. Курировали это направление эксперты двух ведущих российских детских медиаорганизаций «Юнпресс» и «Бумеранг». Дети учились, как писать сценарий, монтировать, как символично отражать то, что не снято или нельзя показать. Наши спикеры учат ребят на образах передавать то, что есть по стихотворению, по видеостихотворению, по видеоэссе. У нас разные форматы, которые мы с ребятами пробуем, обсуждаем и снимаем. Так вот, например, смерть ребенка можно показать как потухшая свеча или как, не знаю, закат солнышка. Я считаю, что это все уже не актуально. И это забыто. Нужно жить сегодняшним днем. Наши прадеды воевали за дорого, чтобы мы сейчас здесь стояли и ты била свой кофеем. Кроме секции документального, кино дети изучали продвижение. Большинство из них – участники медиа-центров в своих школах и уже общаются со своим читателем. В техническом плане они не отстают от опытных коллег, признают эксперты, а в смысловом действуют более чутко. Вот эту правду, которую они могут нести, иногда не совсем удобную для руководства и так далее, они это как-то облекают более этично и подают. Но тем не менее, все равно, в этом, наверное, ценность таких местных изданий. Именно вот этот самый детский взгляд на те проблемы, которые взрослые уже не видят. Большой форум прошел в рамках выставки «Свежая строка», которую проводят для детей журналистов с 2007 года. В эти дни в Барнауле обсуждают проблемы и развитие школьных СМИ. И с каждым годом уровень дискуссий растет. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Более 50 спортсменов собралось на межрегиональных соревнованиях по боксу, посвященных героям ФСБ. Их проводят на Алтае уже 18 раз. О том, какие сейчас тренды в боксе и чем знаменита алтайская школа, расскажет Данил Кузнецов. Наши погибшие сотрудники, наши боевые товарищи отдали за нашу безопасность, безопасность нашей страны, безопасность наших детей. Самое дорогое, что у них было, это собственная жизнь. И спасибо им за это. Речь о трех героях ФСБ. Сергея Чебикова, Дмитрия Шелестова и Владимире Косолапове. 27 лет назад они отдали свои жизни в ходе выполнения заданий в Чеченской Республике. Вот уже в 18 раз в честь их подвигов проводятся соревнования по боксу, где нужна не только скорость, но и смекалка с дисциплиной. У наших спортсменов такие навыки есть. У нас именно алтайская школа-бокса отличалась всегда техническим боксом. Боксеры были всегда у нас, отличались именно, что они именно показывали технический класс бокса. И выходили боксеры, сразу было видно, что это наша школа. То есть, грубо говоря, четкие удары вместо там... Да, техничные, именно грамотные, техничные боксы. Кстати, сейчас всероссийский тренд в боксировании – работа первым номером. То есть сплошная атака. Такого стиля придерживались выносливые и быстрые новосибирские спортсмены. Чтобы не пропустить ни одного удара, выбрали лучших судей. Выбирались лучшие судьи Алтайского края. Ведется рейтинг. У нас более 36 чиселы судейской комиссии. Но данные мероприятия обслуживают 12 судей. Всего на соревнованиях собралось порядка 50 человек, которые распределились на категории взрослых и юношей. За боями обеих групп было наблюдать интересно. Даже девушкам. Есть мальчик, сейчас выступает, будет пятой паре. Рослав Артем. Победитель первенства Европы. У него почти все бои досрочно по печени нокдаунами были. Вот стараюсь так же. Очень хорошо получается. На следующий год организаторы планируют расширить соревнования, чтобы был отбор на первенство страны. Так что не исключено, что в 2024 на ринге появится на несколько десятков участников больше. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова